друзья здравствуйте мы сегодня поговорим о переходе на сыроедение тема такая вы мне уже задавали этот вопрос как перейти на сыроедение и вдоль и поперек я уже на этот вопрос отвечала но я понимаю что нужно еще раз вернуться к этой теме потому что к сожалению не всегда понятно как же это сделать для меня всегда все состояло не только из действий но еще есть причина следственных связей потому что когда мы смотрим на мироздание мы должны понимать что эффект от каждого нашего действия будет звенеть еще долго пространстве проявляться как некое каноническое правило функция ну и собственно раскрываться в нас либо благодеянием либо патологии поэтому относительно сыроедения нужно быть максимально аккуратными я объясню почему дело в том что у нас сейчас видовое разнообразие крайне слабое она настолько слабая что есть практически нечего но то есть смотрите жировых фруктов практически не осталось тем более сейчас ну авокадо дариан ну вот прям вообще по пальцам можно просчитать правильно что у нас там есть так вот сейчас развернута компания против авокадо то есть делается все чтобы его убрать но якобы там много сил на выращивание много ресурсов что другие там леса страдают в общем такую ересь начинают нам петь лишь бы вытравить этот фрукт из нашего обихода но это на и ценнейший фрукт именно потому что там есть жиры соответственно у наших предков фрукты были практически все жировые сейчас все фрукты и овощи и вообще все что у нас есть но за исключением там орехов понятное дело это в основном все углеводы без конца без края одни углеводы так вот дело в том что если мы начинаем резко переходить на сыроедение представьте жировых фруктов овощей практически нет но мы же не можем одним авокадо питаться во первых это финансово так будет нагрузочно да то есть мы будем чувствовать что это не так просто а во вторых мы будем понимать что еще дополнительно нам нужны белки а у нас белков не так много то есть у нас бобовые которые на сыроедении попробую еще добудь потому что все обычно в мороженом виде до либо консервировано либо вареном пареном ну то есть там тоже есть проблема а вот зелень которую зимний период если ты не вырастил то ее вообще нельзя использовать она вся химикатная и остаются орехи и естественно если ты не держишь ореховую рощу то тебе тоже придется покупать то есть получается что в нашей ситуации когда мы в бесконечном бардаке находимся сумасшествие вот вот этом энерго информационном и мы понимаем что надо себя спасать и переходим на сыроедение и не получаем желаемого правда так вот получается что переход на сыроедение это сначала понимание того факта чтобы однозначно столкнетесь с тем что есть по факту ничего да но будем откровенными есть нечего и как-то это нужно заменять но естественно на своем курсе по чаровному сыроедению которая вот совсем недавно запустился друзья вас конечно приглашаю жду я рассказываю о том как совершить этот переход то есть получается что прежде чем перейти на сыроедение нужно составить список того что вы кушаете вот прям вот ну например условно там мясо рыба жиры и какие-то там углеводы и белки в различных интерпретациях и на второй части страницы вы будете писать эквиваленты и когда вы поймете чем вы будете заменять вот тогда уже можно задуматься о сыроедении потому что на салатах не выжить на одних яблоках ну если вы не моно сыроед конечно такие исключения тоже бывают и это тоже так как говорится вариант такое существующего действительно возможен вот если вы не моно сыроед вам будет очень туго поэтому для того чтобы перейти на средине нужно в первую очередь посмотреть вот чем вы будете заменять об этом можно много говорить что например там условно мясо это белковая составляющая мы будем заменять бобовыми орехами условно там зеленью большим количеством тем более для того чтобы из зелени что-то взять вам нужно до гомогенного уровня и и взбить в блендере то есть вам еще техническое нужно сопровождение то есть помимо вот понимание чем вы будете заменять вы еще как это будете готовить здесь выползает целая целая стезя до новая по которой вы когда пойдете вы поймете что-то тут вот нужно прямо заострить внимание и докопаться что с этим делать потому что просто перейти это надорвать свой организм теперь по поводу самого перехода в основном значит сыроеды что они делают они вот сегодня там кушал мясо завтра уже стал сыроедом и вот после этого ты смотришь на несчастных сыроеду которых падает вес сухая кожа волосы сыпется взгляд такой который не делает вообще человека счастливым доставить и что там дикая усталость то есть ну вообще еле-еле на ладан дышит да вот как обычно по-русски выражаясь в чем же дело почему так казалось до сыроедение здорово там туда все 5 10 организм голодает он в диком голоде находится объясню почему значит у нас от трех месяцев вы должны меня служить от трех месяцев до полугода даже можно до восьми месяцев перестраивается кишечная ферментация всея ферментация в организме перестраивается организм начинает работать по-другому все секреции все соки начинают выделяться другие по составу симббиотическая микрофлора которая не может воде момент вот так перестроится она естественно перестраешься постепенно то есть все симбиоты которые там помогали переваривать так чтобы переготрать мясо там что-то еще они начинают уходить приходят те кто может делать то же самое за например условно орехами то есть постепенно идет замещение нельзя рывками переходить на сыроедение вот я со всех вот просто ру-по-мара-мару вы надорвете себя если будете так делать потому что организм он всю жизнь жил в хаосе то есть его кормили там условно тестом различного там плана там макарошки что там хлеб бывает еще что когда не ездишь название забываешь ну в общем вы меня поняли да то есть вся углеводная вот это вот ерундовина и тут раз и вообще другое поступает в организм организм не понимаешь что с этим делать потому что мы не машина мы симбиоз энергии и когда мы начинаем работать с энергией еды мы должны чувствовать ее мы должны приучать свой организм с ней соединяться и напитываться с ею и напитывать себя глубокими потенциалами этой еды если мы будем рвать и метать и говорить что вот значит я там условно там начну завтра сыроедить но ждите да друзья прихода потому что обязательно где-то через два-три месяца начинаются проблемы зубки сыпется ну там кариозность наступает начинает болеть желудок поджелудочная в туалет там ходишь раз в неделю потому что условно уже нечем то есть но как бы организма не отказывается чего-то из себя выплевывать ночью короче вся вот эта ситуация она именно от глупости вот понятное дело что для того чтобы перейти на сыроедение на нужно прям понимать то и заменяемость и на какой период вы входите в сыроедение если это не навсегда если навсегда то сколько времени вы готовы уделить на переход подробней конечно ну вот я сейчас в одном видео это не расскажу это целая как бы система по которой нужно идти на своем курсе очень ровное сравнение я рассказываю об этом но я просто кричу всегда я не могу волоком вас затащить на курс да и не надо то есть это не всем надо но чтобы вы не поломали себе организм чтобы вы не стали инвалидами не навреди как говорится или это это с любой системой питания если человек был вегетарианцем и тут он наелся мясо причем одного мяса больше ничего не поел и у него заврата кит шок и все и до свидания то есть получается что вот это вот перед перескакивание с одной системы на другое ведет к страшному перевороту в организме по сергам представьте себе ситуацию переварить это все нечем то есть вы прекрасные орехи поели там салатик там просто сумасшедший вкусный скушали борщик сыроедческий сыроедческая сметанка скушали организм вот как это все съем да вот все получил такой же виде и выявил то есть не переработав нечем и что в этот момент происходит в организме голодание то есть происходит такое голодание люди вот вес сначала теря 1 на первых этапах сыроедения и горько хорошо ведь все легко чувствует конечно это ну условная голода голодовка это голодание условно это не питание то чем вы занимаетесь когда на меня сыпется к копья там значит сотнями говорят вот ты стал со своим сыроедением но что я могу сказать правда но я могу только развести руками сказать друзья мои я понимаю вашего ваши оскорбленные чувства что вам сейчас плохо у вас по высыпали зубы заболел животом высыпались волосы естественно вы себя чувствуете отвратительно но здесь скорее не сыроедение виновата это даже не защиту строения а произошло это от незнания от непонимание того как должно все совершаться то есть как должен совершаться переход с любой там с любого питания на другое питание всегда все должно быть постепенно методично спланированно нужно наше здоровье это но и на и ценнейший такой аспект который позволит ну наверное жить вечно вы знаете что я всегда радую за бессмертие радую за то чтобы людям было хорошо поэтому друзья давайте сухой остаток из того что я сказал во первых всегда просматривайте заменяем всегда вот составить все что вы едите чем вы будете заменять все одна проблема же снялась естественно вы составляете план как вы будете переходить на сраиль не понимаете как ну там напишите там придите на курс я уж не знаю что но только сделайте все спланированно чтобы у вас все было методично аккуратно или полигонечку потихонечку чтобы вам было комфортно так скажем процент на сыроедение по даже течение текущего полугода там или года это позволительная роскошь но вот так это просто уже как говорится накипело и я к вам выхожу с этой информации потому что вы пишете говорите мне некомфортно мне плохо у меня болит я не понимаю почему мне на середине так я к вам дорогие мои выхожу с этим вот повторением информации в бесконечное количество раз уже повторенную но говорится повторение мать учения пусть у вас будет крепкое здоровье пусть у вас будет счастье пусть у вас сладится получается после ваш кишечник голова там сознание все будет чистым светлым ведь это основа основ и наверное после этого вы будете считать себя счастливым человеком ну пусть даже и пока еще переходящим среднем пусть у вас сладится и получается всего доброго